С нами на прямой связи вновь наша коллега Эльмира Мусазаде, которая, напомню, находится на участке дороги Шушахан-Кянди, где продолжается акция протеста азербайджанских эко-активистов. Эльмира. Здравствуйте, Олег, еще раз. Здравствуйте. Что происходит сейчас на месте, где проходят протесты? Происходит практически то же самое, что и было, когда я подключалась в начале этого выпуска. Активисты выражают протест против незаконной эксплуатации ресурсов Азербайджана. Скажите, Эльмира, реакция представителей миротворческого контингента Российской Федерации, временно размещенного на этой территории, они вступают в какое-то общение или все так же они отказываются от того, чтобы общаться с эко-активистами? Реакции никакой, к сожалению, нет. Действительно, об этом говорят в том числе и активисты, потому что первое время, первые дни хотелось все-таки вступить в какой-то контакт, услышать какое-то мнение от российских миротворцев, временной дисплеции равных в регионе. Однако сейчас они практически не вступают в контакт, никак не реагируют. Можно даже увидеть, мне кажется, они уже привыкли к этим лозунгам. Но надеемся, что хоть что-то из того, что так долго скандируют азербайджанские эко-активисты, все-таки отложится в памяти, в сознании и, возможно, в будущем не будут закрываться глаза на такие преступления, которые совершаются в отношении Азербайджана и азербайджанских земель. Ну вот, как мы видим, требования неизменны, так что ситуация остается по-прежнему такая же. Накануне были проведены несколько акций, в частности, совместный просмотр футбола. Однако, тоже какой-то реакции со странами миротворческого контингента не поступало. Я вижу, что очень много представителей молодежи находятся вот сейчас, мы видели кадры. Это представители каких-то экологических организаций, то есть я вижу, что много людей, и их количество не уменьшается. Кто еще участвует в этих акциях протеста? Это блогеры, представители СМИ, возможно, каких-то других организаций. Здесь действительно очень много людей разных возрастов и профессий. Вот только что пробежала кошка, которая вызвала большой интерес у активистов. Но, в частности, среди них имеются также сотрудники и студенты различных азербайджанских вузов, в частности, есть студенты экологических факультетов БГУ, студенты из Азербайджанской высшей школы нефти, также сегодня прибывали сюда. И вот действительно удивляет их подготовленность к теме, их знакомство с темой, и то, как они глубоко подошли к изучению этого вопроса. Ведь нам удалось сегодня пообщаться с некоторыми из них. Они нам подробно рассказали о том, почему так важно не допустить дальнейшей эксплуатации этих месторождений, почему так важно, чтобы не функционировали незаконные заводы на территории Карабаха, и то, как добывают, к примеру, драгметаллы, в частности, золото, когда это добывают неэкологическим способом, то, как это вредит природе. Действительно, это вызывает серьезные опасения в отношении того, кто все-таки регулирует то, что происходит в эти дни уже после окончания Второй Карабахской войны в Карабахском регионе Азербайджана, и то, почему все-таки азербайджанским экологам, мониторинговой группе отказали в знакомстве с этими месторождениями, потому что, если эксплуатировалось все правильно, то, по сути, никаких вопросов, если бы грабежа, естественно, не было, то никаких вопросов возникать не должно было. Вот есть позитивные случаи между контактами экологов Азербайджана и Армении, в частности, Сарсанское водохранилище. Осенью этого года экспертная группа отправилась в регион в временного размещения миротворческого контингента Российской Федерации, и все прошло абсолютно спокойно, и никаких нареканий, никакого ажиотажа не было, чего нельзя сказать про нынешнюю ситуацию, которая была достаточно критично воспринята армянским обществом, и вот армяне, проживающие в Ханкенри, вышли на акции протеста и не пропустили азербайджанскую делегацию к осмотру этих месторождений. Возникает все больше и больше вопросов, на которые и хотят найти ответы участники этой акции. Как я отмечала, действительно, огромное количество людей приезжает, люди абсолютно разных профессий. Вот нам сегодня удалось поговорить с известным альпинистом Азербайджана, и что интересно, что он отметил, что действительно альпинизм — это вид спорта, который наиболее близок к природе, и азербайджанские не только экологи, но и в частности альпинисты выступают за то, чтобы эта природа была в целости и сохранности, потому что действительно край богат своими ресурсами, край богат своей экологией, и поэтому действительно дорог, безусловно, каждому азербайджанцу, и поэтому сегодня для них так важно участвовать в таких вот акциях. Эльмира, большое спасибо, что продолжаете информировать нас до встречи в следующих выпусках новостей. Напомню, на прямой связи с нашей студией была наша коллега Эльмира Мусазаде. Она находится сейчас на том участке дороги Шушахан-Кянди, где четвертый день продолжается акция протеста азербайджанских эко-активистов. Продолжение следует...